Всем привет! Как часто у вас такое бывает, что вы бьетесь над решением задачи, пишете сотни строк кода, а позже находите готовый бесплатный сервис для решения именно вашей задачи? Если у вас такое бывает часто, то вы реально везунчик, ведь зачастую разработчики так и не находят нужный сервис. За долгий период времени я успел поработать со множеством API и в ходе этого видео я бы хотел поделиться своей подборкой реально полезных, бесплатных и очень простых в реализации API систем для ваших проектов. Начнем мы нашу подборку с API, что позволяет вам быстро конвертировать одну валюту в другую. Сам API он лишь отчасти бесплатный, но вполне подойдет для небольших проектов. Сперва вам нужно зайти на их сайт и получить бесплатный API ключ, после чего вы можете приступить к написанию кода. Тестировать все API я буду на основе языка Python, так как он легкий в плане синтаксиса и на нем можно быстро реализовать необходимую задачу. Вы же сможете использовать все эти API и для других языков программирования, так как принцип работы с ними отличаться не будет. Суть в том, что нам необходимо обратиться к определенному URL адресу и получить ответ от сервера. В URL адрес нужно подставить название валют, к примеру доллар и евро и подставить ваш API ключ. По итогу вы получите ответ от сервера, где будут указаны все данные относительно конвертации. Кстати, если не срабатывает, то в таком случае не забудьте подтвердить вашу почту в письме, что пришло на ваш электронный адрес. В таком же формате вы всегда сможете быстро конвертировать и другие валюты. Удобный сервис для реализации конвертации внутри ваших проектов. Сервис Open Weather Map позволит вам быстро получить информацию о погоде в определенном городе мира. Помимо температуры вы также получите набор другой информации по типу погода на предстоящие дни, уровень загрязнений, информация про воздух и так далее. Для работы с API вам также сперва необходимо зарегистрироваться на сайте и далее получить API ключ. После получения ключа вам достаточно выполнить те же действия и получить JSON объект с полной информацией про погоду. Мы указываем обращение по определенному URL адресу, подставляем ключ и указываем город. При выводе результата на экран вы получите полную информацию по поводу погоды в выбранном городе. Такую информацию будет легко подставить в готовое ваше приложение и отобразить пользователю. По умолчанию вывод идет в Фаренгейтах. Это не особо удобно и чтобы поменять это все на Цельсии, то вам достаточно подставить дополнительный параметр в URL адрес, после чего вывод информации будет привычным. Сервис также имеет ограничение на количество вызовов, но на первое время вам его вполне себе хватит. Если вы создаете киносайт или же вам нужно просто получить информацию по поводу фильма или сериала, то в этом вам поможет всемирно известный рейтинг IMDB. Он предоставляет API для получения полной информации относительно фильма или сериала. Кроме того, вместе с ним вы можете получить рейтинг лучших фильмов, сериалов, TV-шоу и многого другого. Здесь, как и всегда, вам сперва потребуется зарегистрироваться на сайте и получить API-ключ. Мы давайте с вами получим топ 250 фильмов. Для этого копируем URL, прописываем наш стандартный код и запускаем проект. Выдается слишком много информации, поэтому давайте попробуем из нее вывести только первый фильм. Для этого импортируем пакет JSON, преобразовываем данные и выводим только первый элемент по индексу. Как вы можете заметить, первый в рейтинге идет как раз фильм «Побег из Шоушенка». Точно в таком же формате вы можете узнавать информацию про любое другое ток-шоу, сериал или же фильм. В общем, крутой и удобный API. Кстати, если вы сейчас немного не понимаете, что происходит в коде и хотите полноценно изучить язык программирования Python, то рекомендую вам мою большую программу обучения по этому языку. В ходе огромной программы обучения вы изучите как сам язык Python, так и научитесь на его основе работать с разными базами данных, создавать мобильные проекты на основе библиотеки Kiwi, строить полноценные веб-сайты при помощи Джанка и даже познакомитесь с разработкой программ с искусственным интеллектом. Программа обучения действительно очень большая и я с гордостью могу ее вам представить. Ссылка на программу обучения будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Вы можете использовать API Google Translate для перевода текста внутри вашего проекта. Использовать данный API достаточно просто. Вам стоит зайти на их официальный сайт и перейти на вкладку Translate Text. Здесь же будут представлены наброски кода и вы сразу можете использовать нужный вам. Я скопирую код для языка Python и вставлю его в наш проект. Необходимо также установить библиотеки для переводчика. Их можно установить через программу или же через терминал и пакетный менеджер PIP. Проделываем все эти операции по установке. Далее вы можете использовать готовую функцию. Передаете в нее текст и указываете язык перевода. И вуаля, весь текст будет переведен и вы спокойно сможете выдать его пользователю. Ну и напоследок, не столь важный, но все же прикольный API, что показывает полную информацию относительно любого алкогольного коктейля. Суть здесь очень проста. Вам даже не нужно регистрироваться на сайте. Вы просто копируете URL, указываете название напитка и далее получаете полную информацию про коктейль. В целом интересный API, который может вам тоже пригодиться. Рейтинг возможно получился не очень большим, но я хотел показать вам лишь действительно легкие в использовании API, что помогут вам облегчить жизнь. Если вам понравилась данная рубрика и вы хотите увидеть больше подобных API, то пишите об этом в комментариях. Также пишите какие вы знаете крутые API и возможно я их добавлю в следующую подборку. Надеюсь видео вам понравилось, если так, то не забывайте подписываться на канал и вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.